Продолжение следует... ...18 августа 1991 года. Государственный комитет по чрезвычайным положениям, который пытался взять власть, это была попытка остановить Горбачевщину. Результат мы с вами знаем. К власти пришла команда, либералов, как они себя называли, во главе с Ельцином, и они начали тот разрушительный процесс, который затем в сегодняшний тандем усиленно продолжил. Огромное национальное богатство страны распроданы. Земля, недра, леса. За бесценок распроданы сотни тысяч предприятий. 70 тысяч предприятий ликвидировано. Нет сегодня целых отраслей. Фактически Россия сегодня потеряла свое индустриальное лицо. Что же вы делаете? В то время как демократы переходят на вступление, вы все время молчите, играет музыка Бородина. Если дальше так будет продолжаться, и вы, и мы все останемся с Бородой. И такие телеграммы шли со всех уголков нашей страны, указывая на бездеятельность ГКЧП. Тем не менее, мы даем высокую им оценку, что это были мужественно самотверженные люди. Председателю профсоюза нашего знаменитого Кировского завода Фонтерееву Сергею Михайловичу. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Дорогие друзья, единомышленники! Очень часто нас, людей, имеющие свой взгляд на жизнь в России, так называемые реформаторы, обвиняют в том, что мы не видим успехов в России. Очень часто говорят, что у них есть свой курс, есть своя программа. Вот с этим я согласен. У них есть своя программа, которая состоит из двух пунктов. Пункт первый – делать людей богатыми и счастливыми. И пункт второй – список этих людей прилагается. Только список этот из журнала Forbes, который мы все знаем. Дорогие товарищи, никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Да здравствует социализм, да здравствует советская власть. Ура! Я предлагаю заглянуть позором всех этих дерьмократов и либернастов, которые пытаются ослабить счастье нашу страну. Вспомните крылатую фразу. Государство, которое не хочет кормить и обеспечивать свою армию, вынужденно будем кормить и обеспечивать чужую. Так вот у нас все дело к этому идет. Мы жили в настоящей стране, которая заботилась о людях. Наше здравоохранение было действительно лучшим. Сегодня мы тратим намного больше денег на здравоохранение, а показатели хуже в разы. Мы умираем от заболеваний, которые излечили в стационарах. Сегодня смертность от лечения вышла на третье-четвертое место после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. То есть сами врачи являются причиной так называемой этрогемии. Что происходит? Мы совсем с ума сошли. Мы не видим, за кого мы голосуем. Таким образом негодяи и подонки стали руководить нашей страной. Каким образом мы дожили до того, что мы сегодня боимся выйти на улицу на 10 своих детей. Мы сегодня забыли о том, чтобы без запаса жить в нашем городе. Ну и конечно же, мы все верим, что очень скоро возойдется Союз Советских Социалистических Республик. Великая страна, основой которой будут народовластие и социальная справедливость для каждого человека. Ура, товарищи! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Ура, товарищи! Пожалуйста! 20 лет без СССР власть встречает новой масштабной программой приватизации стратегически важных объектов Роснет, Транснет, Сбербанк, Гнешторгбанк, Объединенная зеленовая компания. Сохранение правящего режима и власти партии Единая Россия губительных для России. Мы, участники митинга, активисты КПР, РКРБ, различных политических сил, молодежных организаций, социальных групп Санкт-Петербурга, города-герои Ленинграда требуем немедленной смены политического курса в интересах народа. Требуем национализации олигархической собственности и минеральной сырьевой базы, принятие социально ориентированного бюджета, введение государственного контроля и недопущение произвольного роста цен на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, услуги ЖКК, прекратить безвыдержную приватизацию государственной собственности, остановить потоки бюджетных денег на поддержку олигархического бизнеса, оттоки финансовых средств за рубеж, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, налог на роскошь и сверхдоходы, прекратить правительственную политику антикоммунизма и антисоветизма, защита советской и будни, защита достоинства каждого из нас, не ела голоса партии «Единая Россия» 4 декабря 2011 года. Объединившись в народное оболчение, мы победим. Возрожденный союз – это спасение братских народов. Вперед к обновленному социализму. Принимаем мы, готовы, залицу? Да! Митинг заканчиваем. Продолжение следует... Продолжение следует...